Слушай, начало отсюда. Я во Франке. И сейчас буквально отъехал от главного вокзала от первой автостанции. Вот автостанция номер три. Тут небольшая, буквально вот пара автобусов. Я у первого водителя спросил, маршрутка смоется. Будет она, он сказал, скоро. Ну, меня же говорили на первой станции, что где-то раз в 20 минут. Ну, вообще часто ходят. То есть я еду в Старый Булк, на Гарганы. У меня было два маршрута. Один по Западным Гарганам, один по Восточным. Вот я выбрал все-таки восточный, ну или центральный. То есть тут как раз такой сельпотипа. Там сложно будет проехать эту станцию, там он останавливается. А здесь вот сельпотипа. Можно сказать, это мой как раз и подъехал. Ну, буду решать. Правда, все равно я жду автобуса, то я решил все-таки рассказать немного про маршрут. Ну, передо мной карта. Изначально у меня планировалось один маршрут. Потом возник второй. Первый у меня начинялся где-то вот там вот. И я выходил из Эсмолоты. Я приходил сюда и уезжал. Но потом я подумал, что можно доехать до Старой Гуты. Последний мой поход был, как раз я вот шел так вот, вот сюда уезжал назад. Теперь я хочу наоборот. Приехать в Старую Гуту, подняться вот так вот. Давай перевал оборек. Но единственное, что меня напрягает, что вот тут где-то будет небольшой брод. Мне очень не хочется. Я здесь, кстати, камеру утопил. Подняться сюда, это будет первый день. Потом раз перевал. Это дневной переход. И второй дневной переход. Это мне надо будет прийти за один день. Тут это Сывули, это Тавпыширка и перевал легионеров. Вот он как раз тут. Дальше я продолжу с перевала легионеров. Пойду, скорее всего, вот так вот. Я хочу пойти так. Вот так вот, вот так вот, до горы Дурня, Гропа, Выглубка-Бороткиевская и потом спуск. И останется где-то здесь. А выбираться через спуститься в быстрости и уехать оттуда. В смысле, до Надвирной, а до Надвирной, а потом на Франковск. Я когда-то вот с перевала легионеров шел сюда-сюда-сюда и потом шел вброд вот так вот. Нету бы резин и высопедии, на этот раз их нету. Ну, поэтому как-нибудь я попытаюсь все-таки дойти вот до Дурня и спуститься. Ну, вот, собственно, все. И буду я где-то ехать это час сорок. То есть, буду я где-то на месте пол третьего. Если мне это километр двенадцать, надо будет протопать часов уже за шесть вверх. Ну, это не нормально, в принципе, я с таким справлюсь. Конечно, подустану, своих друзей видел. Они как бы там одни едут на Марморосы, которую со мной не взяли, путем дорогу. А вторые едут, по-моему... 1200 в высота там. Ну, небольшие горы, мне вообще не нравятся. Так что, вот так вот. Итак, я на месте. Остановка, вон там еще один турист. Автобус мой. Вон, карта. Вон, курица. Короче, ништяк. Так, я здесь. Два с половиной часа сюда идти. Что-то как-то долго. Это километров пять. Не пойму почему. Потом двадцать половиной часа подъем. Полная средняя. Вот мне бы... А, не-не-не-не, стоп. Мне бы сюда идти. Вот. Три часа, четыре, один и три. Как-то мне блага. Четыре, три, семь часов. Я считал, что за шесть можно добираться. Сдолго. Вот так я не пойду. Это сильно напряжно. Я туда бы завтра вышел. Хотя мы же... Мы же Рики. Ну, вот я дойду, наверное, вот сюда. До перепутия. А потом подумаю. Но я бы сначала все-таки шел на боревку. Оттуда бы уже... Прям ништяк. И вот, да. Просто у тебя начинается маршрут. Он уже промечен. Ну, все. Мне осталось только идти. Просто для того, чтобы запечатлеть момент, куда я иду. Вот уже открылся вид. Вот это вот туда. Вот там, где снег. Ветер дует. Такой хороший. Но довольно-таки тепло сейчас в футболке. Вон, я тоже там вижу снег. Это, скорее всего, играет. А вот тут, скорее всего, высоко. Хотя, черт его знает. Но нам все в снегу. Первый мост. Что я завтыкал. Водичка. И вдалеке горы. Там, кстати, какие-то много ветра. И, я смотрю, куча машин. Тут, наверное, именно дерево пилят. Ну, или вывозят. В прошлый раз, когда я спускался, так и было. Эта камера я тут уже не заснял. У меня тогда камера была. Во крайне. Я ее тогда уронил. Возможно, я, кстати, покажу то место, где я ее бы вытаскивал. Вот. А, тут, по-моему, цена за убийство животных написано. Огодничий сезон. Вот такого плана. Какие-то тучки над мирами. Не особо весело. Так. Знальд. И второй мост. Вот. У меня, по-моему, в прошлый раз высадил. Тип, который я подвозил на лесовозе. Играет 4 часа. Возит с половиной километров. Плавик. Вообще не знаю. Это половина. По карте смотреть. Птичка не вылетела. Пойдет пригольно. Вот лесовозы. Вот. Рубленое дерево. Ну и мост. На мост я, кстати, сейчас зайду. Хоп-хоп. Так. Пахнет тут же соснами. Особенно вот здесь. Там. Срубленный. Там вообще запах. Будет зачайше качество. А, чистый ветер. Ну, вот такой мост. Построенный, наверное, как получится на бревнах. Вот эта речка. И... Ну, не рано, что мне ее как-то вброд придется переходить. Вот маршрут размеченный. Вот она никуда спускается. Не знаю, что там. Речка. Быстрый здесь вот вышка. Кажется, она... Она там дальше будет, влевее уходить. А это что-то другое. Ну, ветерок такого, глядь, не слабый. Просто прикольно. Именно такой... Все так хорошо. Идешь по дороге. Ничего особенного нету. Если же что, и такая, типа, полянка. Надо подойти полюбоваться. Тишина. Машин нету пока. Я думал, может, лесовозы будут. Ну, туристов, соответственно, тоже. Иду, думаю, где вставать. Все-таки, куда идти. Потому что туда, место, куда я собрался, это именно обычный однодневный переход. И те, кто приехал реально рано, а я и приехал днем, то они там, скорее всего, уже будут. То есть там, наверное, может, немного напряженка с местами будет. Хотя, в принципе, места хватит. Поэтому, я думаю, все-таки, куда пойти. И я, наверное, решу, уже когда дойду до перепути. Потому что, просто, очень не хочется идти. А там нет, это полкилометра счастья меня ожидает. Очередной мост. Довольно красивый, потому что здесь, от больших потоков... Кстати, вода сильно бежит, потому что много снега тает. А тут уже так, не особо, не этот. Нигде, чтоб не намывало. Опять же, бревна. Тут я видел... Тут немного ухожено, потому что буквально за углом Сиженка. Или сничего, я так и не помню. Как-то, в прошлый раз, когда я проходил, она, по-моему, была закрыта. А три года назад, когда я здесь первый раз был, то там какие-то люди были. Ну, такие. Типа, в рамляже. Дядька такой стоял усатый. Мы спросили, далеко он сказал до села. Та-а-дам! Чего, смотри? Ну, или что-то такое. Кажется, это она. А может и не она. Я могу пузыться. Или там еще вторая будет. Так, смутненько помню. Тут выжжено что-то. Понятно. Надо будет осмотреться. Но идти мне еще далеко. Я в самом-самом низу, в принципе. Но горы ближе, ближе. Я вижу снег. Как-то я быстро дотопал, не ожидал. Но вот эта вот хатка, где я проходил домик. Вот она. Тут же знак. Тут же можно стоять на стоянку, но не тру. Так. И вот тут, по-моему, вот он где-то вот этот брод будет. Вот это идти дальше. Но вот тут снег. А вот и знак. То есть для гуды полтора километра пять часа. Пять километров полтора часа пилять. Русина вот четыре с половиной часа. Вот это вот как раз. Вот она тут. Вот. Эть. Сывуля. А я хотел на боревку. Вот у меня там не большой палец. А снег здесь. Потому что я потом хочу на снег попасть. Там, наверное, вообще бомба будет. Но там сложный переход. Вот игровец. Четыре часа. Первая боревка. Три часа. Вот я, скорее всего, пойду сейчас вот так. Три часа. Там, где я топил эту камеру. И там, где я ее топить в этот раз не буду. Вот это идти по низу. Дольше. Но я бы вышел дальше. Но не хочу. Пойду так. Все, я решил. Надо собираться. Первая моя такая конкретная остановка. Когда я скинул рюкзак. Вот так вот. Вот, собственно, о чем я и говорил. Сейчас сходит снег. И я этим бродом шел осенью. И тут была намного лучше. Не так много воды. Вот здесь я еще, может, и пройду на палках. А вот там, я не знаю. А там тоже, может быть, есть. Ну, в прошлый раз здесь была поменьше воды. Но это еще только начало. Там можно будет, типа, по Волгу пройти, но черт его знает. Вот так вот было решаче. Жесть. А вот это, по-моему, меньше стало. Ну, как? Восстание с прошлым годом. И вот, кажется, вот это памятное место. Либо... Либо вот это оно. И вот, возможно, тут я бы доставал камеру. Или не здесь? Очень похоже. Потому что я тоже шел вот по такому склончику. Тут внизу была вода, текла. Я это все делал потом... Я впускался... Ну, ногами становился в воду. Я тогда старался не вставать. Ну, вот такие мне сейчас по боку идти. Если бы им так классно с водой не повезло, то я тут вообще париться не буду. Пошел спокойно, по камням, пошел, пошел, пошел. Здесь дорога идет дальше. Наезженная. Там, видно, начали как-то деревьями завалить, чтоб, ну, по другому месту не ездили. А если ехали, то вброд. Кстати, вот зеленый маркер. Ну, все правильно. Иду вот туда. И, возможно, да, вот где-то вот здесь. Вот эта уже камера тонула. Что-то я опять забрел на какое-то перепутье. Ну, как перепутье. Я тут уже помню. И, скорее всего, туда и надо идти. Просто вот я иду оттуда. И я вижу, что дальше продолжается такая неплохая себе дорога вниз. Но явно мне вниз не надо. Мне уже надо подниматься вверх. Так как я потихоньку набираю высоту. Так, по мелочи. И отхожу от речки. Это я точно помню. Ну, плюс вот еще маркер. И сейчас отсюда не видно. Вот там на дереве просто стрелка сюда указывает. Поэтому я просто съедил рюкзак, достал, посмотрел карту. И вот это вот я здесь. Как раз тут можно, типа, вставать на стояночку. Вниз дорога уходит. Все как и правильно. Теперь мне предстоит подъем. Я где-то на... Что-то оно говорит. По 876 метров где-то. То есть 850-900. Ну, мне надо как минимум на 1400 где-то добраться. Вот. По вот этому вот подъемчику. Так. Ну, все. Буду там снимать. Там прикольно есть полянки такие. Камни и на горы видят. Оттуда я, наверное, буду. Хорошо так сниму. И перекушу, наверное, ладно. Ну, в принципе, неплохо иду. Хороший ход. Я просто хочу еще заметить, за сколько я все-таки дойду. Жесть. Попал на какой-то раз в путь. Я здесь, по-моему, и был, но не помню, что как. Здесь ни меток, ничего. Пошел немного туда, дальше поднялся, потом вернулся. Решил следить по карте. С компасом. Ну, судя по направлению, мне куда-то туда идти. То есть это либо так, там как-то вообще дороги нету. Либо так, как я и шел. А вот там, когда тропа есть, вроде идешь, но меток нету. Ну, это такие иногда трупы называют тропами дураков. Потому что то по ней угуляют, то и угуляют. Не хотел, видимо, не заделать. Потом сходу вернулся и решил перепроверить. Ну, все-таки мне куда-то туда. То есть, если что, я выйду. Можно будет сюда свернуть, но там вообще дороги нету. Непонятно, непонятно. Ну, путь дорогу. Фух. Короче, я нашел эту дорожку. Слава Богу. Пришел я вот оттуда. Все-таки я пошел по дороге дурака. И причем я уже изначально не был. Даже тогда, когда я смотрел. Потому что я потом еще дальше пошел. Вернулся на то же место. Поднялся по той нереальной дороге. И вот решил чуть-чуть. Она вот там вот идет буквально. Вот и там поднимается здесь. Там плохо с проходимостью. Зато я решил, думаю, вот как-то сильно там много ветвей. Обойду в сторону. Я иду в сторону, провожу метров десять и вижу. Вот она. Наверное, я где-то не усмотрел один маркер, который поворачивал в сторону. Но все-таки, кстати, компас меня отлично спас. Вообще классная штука. Тема его надо всегда иметь с собой. На удивление, быстро сдох. Но, в принципе, в основном, такой подъем я уже сделал. Именно лобовой подъем. Вот тут меточки. Все хорошо. Опять же стрелка. Это все указывают туда. Осталось пройти, я не знаю, вверх в основной подъем. Небольшой остался вот здесь. Метров, может, четыреста подъема. Не высоту, а в длину. Зато меньше. А потом более будут какие-то такие подъемы типа траверсом. И небольшой, небольшой подъем будет по камням. Это я уже помню. Ну, то есть, в принципе, недалеко. Я не знаю, это какая-то другая дорога. Хочу пройтись и посмотреть. Ну, кто сюда стекло тащит? Что за люди? Тут, возможно, тоже какая-то типа стоянка. Ну, такая для машин, чтобы заезжал кто-то. Ну, да. Какой-то... А, это не костер. Я думал, это костер-то какое-то типа от болотца. Ясно. Ну, наверное, машины когда-то здесь ездили. Скорее всего. Хотя, кто его знает. Уже у нас здесь снега нету? Нету. Да, судя по всему, так с сыром много влаги. Это не осень когда здесь была. Влага была, но намного суше было. И, кстати, сейчас здесь повыше, здесь суше. Я так мало, потому что снизу часто туман и может какой-то дождь их морозит. А здесь как-то вот листва сухая. Все хорошо. Ну, пока я рассказывал, вроде уже отдохнул. Сейчас водолка чуть просохнет. Соберусь, пойду и перекушу чуть там выше. Там гиды классные. Как раз на горы. Я хочу просто их снять оттуда. Эти снега. А вот, кстати, могилка. Можно прочитать. Схрыли голову. Схрыли голову. Схрыли памяти. Федорков Светланы Володимировны. 75-го года рождения. 29-го года смерти. 7-ое мая. На нашли кому почти. Осталось 7 дней до ее смерти. До 20-ти штилетия ее смерти. Она умерла до того, как я родился. Ну, Бен, бывает. Селезиновые сапоги стоят. А я, кстати, знаю, где это на карте. Это оботмечено. Это памятник. Поэтому я хоть ориентируюсь тебе точно. Ну, Светланы Памятники. Итак, вот они Верганы. Вот, чем не знаменитая. Обычно этими камнями с желтыми. Блин, не знаю, в мохотах или что это. Плесень. Чёртова знаю. Каменный такой, блин, плющ. Вот. Вот она дорожка. Я по ней иду. А вот эта красота. Я туда пойду завтра. Я очень не смотрел на время. Но, судя по всему, я туда не успею сегодня. Хм. У меня была, конечно, бешеная идея. Добойти до Баревки и перевалить вот это все. Тут не так много идти, кстати. От Баревки. Баревка вот. Дальше, дальше. В принципе, вот этот холм, если видно, вот он за деревьями поднимается. Вот это там за ним. Вон там Баревка. 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 Баревка, по-моему. Вот это, по-моему, и сама Гороха Баревка. Одна вершина, вторая. Мала в Севуле, по-моему. Или Валыка Севуле. Мала в Севуле. И нам дальше спуск. Там идти километров 8. В общем. Но там довольно сложно. Именно такие камни приходится, ну, лазить. Не знаю, кстати, как по снегу будет. Наверное, жестко. Посмотрю. Потому что я не рассчитывал, что я буду идти по снегу. Но. Всему свое время. Жесть. Я помню, помню этот момент. В прошлом году здесь вообще, по-моему, было сухо. Ну, в прошлом году осенью. А тут, кстати, вот уже куча льда. Ага. Я не во снега иду. Я, наверное, отойду, потому что шумит сильно. Отсюда здесь лучше слышно. Реально снег. Вот тут лед. Его вообще даже палками пробить сложно. Блин, я вообще не понял, чтобы здесь было так водно. Прикольно. Я, наверное, даже какие-то, блин, вставки или картинки буду делать с прошлого похода, когда я возвращался с этой дорогой. Но это вообще не сравнится. Или здесь был маленький поток, но вот не помню. Выхожу на боревку. Боревка, блин, боревка. Все время забываю. Где-то туристы стоят. А, здесь уже не видно, я уже зашел. Чувак, по-моему, их не забирает дрова. Вот слышу, кто-то что-то рубает. Жесть. Я понял насчет снега. Это торбо. По нему идти, по льду скользишь, на снегу провалившись. Я очень пожалел, что не взял зимние, зимние типа на балдашники, на палки. Не знаю, кстати, как и завтра. Потому что если там такой же снег. Хо-хо-хо. Я не знаю, может я это только за день пройду. А не, как я думал, за полдня, а потом еще полдня. Ну, смотри, там спуски есть, даже если я за день пройду. Окей, я выберусь. Вот тут люди. Ну, как я и думал, куча людей. Самая первая такая стоянка населенных пунктов. А из ГУТа можно подняться, из АСМОЛОДЫ. Вот все сюда и валят. Это первый перевал. Дальше я не пойду с ним. К сожалению. Полная торба. Полная. Снега навалывал. Вот я набираю воду сейчас здесь. Обычно набирают вот тут, вот сверху. Вот типа торошка. Но тут все в хлам, забито снегом. Завтра у меня прислезисло в запечине. Плюс, я посел комбас. Поэтому я приблизительно знаю, где его оставлял. И я, наверное, бегаю за ним. Это займет минус сорок. Пока он мне окончательно не впадло и не стемнело. Солодской раздожил. Туда вещи закинул. Сейчас прошел набрать водички, чтобы потом по ночи не бегать. И слава богу. Потому что сейчас будет хреново здесь набирать. Очень. Сейчас поселу надо подниматься. Я понял, зачем нужны босилы. Чтобы ноги не промокали особо. Компас. Я за тобой вернулся. Собственно, это там, где я перекусывал. И опять эти горы. Я понимаю, что вот этот снег, это просто мне завтра будет. Ой, как весело. Надо будет встать вообще раньше, чтобы хоть куда-то дойти. Ох. У меня осуществлялся. Блин. Все так, типа, в поезде. Все равно в белье. Там люди такие, все подготовлены. Чего у них парятся. Причем, есть из-за чего парятся. Причем, вот начинается снег, вот чуть там. Там есть уже начинается снег. Здесь вообще снега нету. Это я заменил именно с этой высоты. Вот, я не знаю, какая здесь. Надо посмотреть. С нее начинается снег на дороге. Ах. Что-то долго спускался, блин. Все же долго надо вот подниматься. Причем, все-таки, что-то мне забавно, все-таки закутаны. Я курточку одел, что-то пробежался. Жесть, не жарко. А все люди чуть не в пухевиках лазят. Ну, есть такие шипы поскромнее. Но многие такие одеты, как как будто здесь второе пришествие. Для некого периода. Ветерок дует, поэтому я сам с собой буду прикрывать камеру. Вот там палатка стоит. Я там стоял в прошлом году, когда тут был дождь. Тут, кстати, в деревню надо зайти. Хоть будет меньше дождь. Вот, отлично. По-моему, я даже сюда спускался. Оттуда ходил такой. Чисто. Оп-оп. Я тут был, я тут есть. Вот там, чуваки, стали. Я шел как раз за компасом. Они становились. Блин, я это, наверное, час потратил. Как-то долго я туда спускался. Причем, подниматься мне казалось быстрее. Хе, спускаться. Кстати, поставим. Я не знаю, я тоже там много поставил. Но как-то там ветрем сильно. Вот это мне не нравится. Что-то здесь у меня другие места-то занято уже. Аха. А. А я впереди не успел убежать. Ааа. Ну, собственно, вот мне предстоит подъемчик. Вот так-так-так-так-так-так-так-так. Вон баревка, по-моему. Вон горы. Я уже не помню. Там цебуля и еще что-то. Игровая. Или не игровая. Там. Блин, надо по колесу. Я забываю иногда. Путать два хребта. Сейчас спускался, у меня уже ноги немного мокрые. Поэтому печально. Думаю, завтра у меня вообще не мокрые. Надо прививать к тому, что мокрые ноги это красиво, модно, молодежно. Все. Вот. Завтра у меня такой лозунг. Сейчас я приду и буду, как король, есть сыр с плесенью. Потому что чувствую, что это будет мой ужин и завтра. И только чаек. Ничего варить не хочу. Желания нету. И надо пораньше, наверное, лечь спать. Поэтому и объедаться тоже особо не стоит. Вот так вот. Адовое утречко. Везелуха. Ночью был дождь. Ой, говорит, мелкий. Сейчас вот все сырое. Палатка такая себе. Уже вроде на ветру, кстати, немного просохло. Довольно-таки холодно. Спалось. Немного даже спальник отсырел. Я вот не понимаю, почему. Я вроде даже до стенок особо не затрагивался. Но именно в ногах вообще. Тренец. Только что набирал воду. А что, нет. Морил себе руки. Я вот не знаю. Чувака встретил. В него вместо бахил. Типа эти. Пыльки намотанные. Хе-хе-хе. То есть не я один такой снимал. Но я вообще еще ничего не намотал. Что-то я перекусил, но ничего не ввалил себе. Просто в водичке опил и поел сладкого. Сейчас вот думаю сложить палатку. Ну и собственно паковаться. Идти уже, наверное, полдесятого. Я вообще как-то заспался. Блин, еще ночью приснился, что ко мне на палатку упал медведь. Вообще стримас такой был. И очень сильный ветер был, реально ночью. Хорошо, что я стоял вот под деревьями, по сути. То есть такой ветер дул жесткий. Я не знаю, как люди там на поляне выживали. То есть как-то мне открыто. Я помню, там стоял, меня дуло. Здесь так не особо было. Ну там, не знаю, был просто трынец. Они, наверное, растягивали полностью комплект. С этими, со штромом и веревками. Ну, анриел. Ну, такое. Дальше я в принципе знаю, как идти. Дорога там неизвестная. Но вот, чувствую, там будет просто, просто выживание. Долго я, наверное, снимать не буду. Именно там. Здесь я сейчас еще поговорю, пока есть время. А там в дальнейшем, может быть, перед подъемом на Боревку начну снимать. И там уже пару мест наверху. Потому что, думаю, там у меня будут, там мне ждать все. И руки, и ноги. Что хочешь. Причем, при этом мне все равно, пока не хочется надевать кофту. Вот. Хоть убей. Вот я посмотрю там. Где сверху, если будет все печально, я сходу ее надеду. Вот я, собственно, на водопое. Вот здесь обычно воду набираю. Либо вот тут. Фишка в чем. Вот в этой дырке. Вот в дырке. Вот она там идет. Это, типа, обход дальше. А за водой спускается там. Я вот когда только-то с отрай шел, я провалился именно. Вот. Спокойно там по колено. Поэтому дальше идти стрёмно. Вот палками буду немного прощупываться путь. Я надеюсь, сверху будет, так как местность там более открыта, там будет чуть меньше снега или столько же. Если будет больше, это просто не главное. Надо будет думать о возврате. Но. Пока я иду. Я дурной, я смогу. Но в следующий раз я буду готовиться просто капитально. Все, мои палки. Вправо я больше. Так как я шел. С правой стороны был уклон. Сейчас надо будет перепаковать. Вот тут стоят люди. Это я на переправе. В черном маршруте я не поднимался. Красный маршрут. Я только что пришел. Ну и мне туда пришло. На боревку. Все равно подъем жесткий. Начинается что-то непонятно с дождем. Будут снять рюкзак. Нацепить на него дождевик. Потому что. Ну нафиг. И перепаковать палки заодно. Жарко, блин. Холодно и жарко. Но в плане. Я вроде разогрелся. Водичка еще холодная, блин. В водной системе. Не успел еще скрин разъяться. Вот иду по махерам. Дорога вот собственно вот такая. Вот. Такие иногда будут. Ямки. Это мне по колено. Проверяю. Вот допустим твердая поверхность. Тоже твердая. Блин. Надеюсь не мягко найти. Все. А допустим. О. Ушел. Конец палки. Поэтому походу нужны. Зимние. На балдашнике. Они вот эти маленькие. Причем я видел. Люди ходят с палками. Ну видно. От моих. Такие же как от моих. Вот такие дырки. Получается. Длинные. Но их кстати мало. И пару раз видел. По моему кто-то ходил именно с зимними. Но не так много кстати. От палок бирок. Вот я вот. Ожидал большего. Но даже те чуваки. Которые были передо мной. Вот там снизу. Они тут без палок. Я в шоке. То есть. Я еще. Приблизительно знал на что шел. Я как бы ответственный за свои действия. Об этом я не жалуюсь. Я спокойно все иду дальше. Но блин. Как-то стрёмно. Не подготовлено на столько идти. Пришлось одеть этот. Дождевик на рюкзак. Потому что. Моросит. С деревьев капает. И так по моему. Куча тумана. Надеюсь распугодится к дню. Фух. Ну до боревки по моему еще осталось. Боревка у меня вот. Метров. Ааа. Фу-фу-фу. Дождь. На камеру. Метров 200 я надеюсь. С таким крутым подъемом. И все. Потом спуски блин. Сывули. Но сывули это самый ад будет. Ну а теперь пару слов на камеру. Потому что только что я снимал. В чехле. Не хочу особо камеру блин. Мощить. Ааа. Уже кстати. Боже мой. Буквально пару секунд назад было. И все. Все закрыло. Туман. Такой вертикальный дождь. Ну мне туда. Я на боревке. Тысяча где-то. Шестьсот. Не так тут уже и страшно со снегом. Ну. Такое. Не особо удобно. Но идти можно без проблем. Ух. Камера уже мокрая. Буду заканивать. Я надеюсь я в предыдущий раз снял. И был в чехле. Потом еще раз говорил. Ну черт. Тысяча шестьсот я на боревке. И мне туда идти дальше. Успела сразу его в чехле снять. Потому что все опять заволокло туманом. Ух. Опять я тут решил пока-нибудь все-таки одеть дождевик. И удлинить палки. Пока одевался вот буквально. Черт. Опять начало заволокивать. Вот тут распогодилось. Тут пока места нет. И жесткий ветер. Красота. Боже мой. Черт. Все этот шебуршит. Ничего не поделаешь. Вот. Следующий пик. Хотя бы просто виднелось. На той же вершине на которой ведется сейчас. Тысяча шестьсот. Все уже заволокло. Слава Богу я уже иду минут пять по камням. Вот там снег. Его много. Я уже давно столько снега не видел. По нему находился. Просто вышел к этому. С первым начинаются руины. Вот они. Я у них уже проходил. Ну, проходил. Прошлым летом. Там дальше где-то будет прикольное место тоже. Вот. И да, Дима. Я шел оттуда. И иду туда. Поэтому. Отдышусь. Ну, я просто отошел снять. Потому что давно не снимал. Я долго шел. Долго шел по снегу. Там вообще не кайф было. А здесь хоть какая-то защита от ветра. Ну, и прикольно мне на то, что они еще, по-моему, с первой мировой они стоят тогда все дело. Вода холодная, блин, до сих пор в ванной системе. Но, надеюсь, скоро разогреется. Ну, наконец, я добрался до этих руин. Я даже... Тут, кстати, кто-то вообще костер полил. Я не представляю, как. Ну, какие-то ежеветки раз-два даже закодовлены для кого-то. Я опущу камеру пониже, потому что ветер. Сейчас я туда поднимусь, наверное, я здесь был и снимал это все. И тут на меня напали мухи, я помню. Жесть. Вот. Руины. Я так понял, здесь раньше было сколько снега. Эти. Как их там? Первая мировая война. Дозорный пост, походу. И, кстати, я дошел до этих руин. Я все обещал. Я заслужил. Надский инсайд. Не знаю, почему сюда ведет красная стрелка, типа маршрут. Потому как, по-моему, туда надо идти. Хотя, может, и туча с дорожкой будет. Посмотрим. А, еще одну вещь заметил. Я, наверное, первый, кто идет сегодня. Потому что снег не разрыхленный вообще ни разу. А после меня, видно, рытвины такие остаются. А вот, кстати, это сиденье. Тоже на нем сидел и сейчас бы, наверное, посидел, но что-то не... А, вон она. Жопа не хочет отморозить. Ух, ух. 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 Их, ух. Ух, тожеfield «заглально». Ух. Ну я еще в палатке был Люди за водой ходили Странно как-то могли бы уже обогнать Вот что значит газ То есть могли бы их и на газу делать То я думаю сразу в два быстрее бы приготовили есть Эх, кстати, вчера фишка типа была Я решил попробовать Я, во-первых, готовился чай в палатке То есть на маленький огонь поставил Нету ветра, сиделся, придерживал котелок В палатке не особо тепло стало Плюс я еще с собой брал свечку Чтобы узнать Насколько свечка типа говорят Вот свечку запалишь в палатке Становится тепло Идешь чистой воды Ни хрена тепло не становится Если у меня от горелки не стало тепло То я потом запалил свечку и теплее точно не стало Ну и с утра таки немного побаловался Запалил свечку Радится, что-то не руки погреть И все, максимум Максимум, на что ее хватает Но я еще на другую фишку свечки Для чего я брал Типа если накидать Такого легкого хвороста И покапать на них На хворост воском То он легче запаливается Вместо какого-то типа там газа Ну, каких-то специально распаривающих стресс Пока мол воском он потом быстрее само зажрется Вот Маршрут Кто-то нахер заставил всякие надписи Ну, короче, как всегда Так долго я тут оставаться не буду Может сейчас захаваю какую-то шоколадку И пойду на спуск Загревал руки Промыкал траверс Пришлось идти по маршруту Вот это вот Малая сувуля Все-таки я на него зашел Зря По сути Но Ничего не поделаешь Стою блин С подвесной стороны Потому что руки у меня уже дубеют Я их подмышками грел Пару минут Встретил там еще Парочку человек Нет, даже троих Шли вместе Говорят, что на Рущине Там куда я сейчас спущусь Лидей Блин На камеру капает Там людей много Они пишут Да Тут такая погода Короче Слабаки Никуда не хотят идти Сильно Предлагаю погоду Зачем Вот маршрутик Вот сюда пришел А мне сейчас туда Пошел Тут О, даже я так понял Пулак Украинка Несел, да? А осталось У меня там желтая И просто Фигня какая-то Ясно Вот так вот Спущусь Посмотрю, что дальше делать Никуда не хотят идти Но Если я все-таки Долбанутый То пойду дальше Там есть еще одно место Чтобы дальше Завтра не так много было идти К силу Снова снимаю Короче, я сейчас просто съезжаю По снегу чаще Именно вот там где вот такие штуки Здесь я еще иду А иногда просто съезжаю Ну, скольжу Я не понимаю Я не понимаю, почему люди С ручьиной не идут вверх Как бы для меня погода Вот, в принципе, приемлемая Ну, идет, да Какой-то дождик Снег, все дела Туман Ну, такой Просто Жесть погоды нету То есть сверху Сверху она там есть Допустим Но это не помешало Допустим Ну, мне это вообще никак не мешает Перевалить перевал То есть бывало Такие проблемы Когда вот Я как сверху шел Вот Такие моменты бывали Когда просто ты стоишь на привале А там Вылезти из палатки невозможно Это да Это там не пойдешь Особенно в горы Но сейчас вполне нормально Ну, в самой По ныне Типа там Погода типа Средняя Наверху плохая То есть идти можно Когда внизу погода плохая Вот тогда уже стоит задуматься А вот такие моменты Я не понимаю людей Некоторых Еще никого не перегонял Три человека после этого Меня только встретили То есть никто другой не идет Вот такие полянки Все в снегу буквально То есть Тут вообще редко попадает Какие снег нет Только вот под деревьями Фух Ноги мокрые Вроде как Зато ветра нету Я немного отогрел руки себе Да и весь, по-моему, начал разогреваться То есть это хорошо Очень хорошо Чувствую У меня появится силы Когда спущусь в них Идти дальше Та-дам Руины Туристичного Протулку 1939 год Сначала можно спутать С метражом Ну и Не сорить И вот как раз буквально Всякие фишки Типа плюшки Я вижу даже палатки Каких-то слабаков Вон Провалюсь Елки Вот Вот тут раньше Либо турприют Либо Я думаю Возможно там Как 1939 год Возможно еще Какий-то Ну Усторожевой пост Необязательно Туристический приют Как-то так Вот она Рущина А я буду Сейчас пойду Наберу воды И буду думать И чувствую Что я пойду Дальше Так как силы у меня Пока есть Но надо только Перекусить Потому что я просто Так не увижу Еще переход Без еды Не покатит Что-то я прикидываю Маршрут Сейчас Заново Вот я на быстрите Источник течет Рюкзак пока Не сприкрыл То есть Походу Вот я вот здесь На вот этой поляне Я думал добраться До легионов Не знаю Сколько это Плакину Натражу По-моему Я завтра в 12 Около того Ну так Я на вскидку Может больше Я немного Подустал Нет Я пошел бы Но я думаю Может быть Дойти все-таки Вот по рны Сюда куда-нибудь И там встать Я вот не знаю Правда Какая там высота Просто не хочу Тут как-то Вроде снег Есть места Но тут очень-очень Мокро Тут и как бы Это по-моему Просто печально Для людей Ну еще там Одна палакта Была Потом дальше Вот там Наверное Плакик тоже туфит Не хочет уходить Вон еще Даже эта горка Все в снегу Ну тут все в снегу Я думаю Дальше тут тоже самое будет Может и покушать Погода здесь Кстати Ну хорошая То есть Тумана нету Дождик какой-то капает Я вот встаю Что-то мокну Ну Перекусил И вот сейчас Думаю Думкать Думаю Дальше идти Просто если я не дойду Сюда до легионов А может и дойду Вот дойду до перенеза И потом лежу Кстати Вот так Охрененная идея Ну а то просто Если дойду Сюда до легионов Мне завтра Как бы нифига Не надо будет уже идти Мало Поэтому Тарам-пам-пам Надо решать А сейчас я буду Просто Блин Без рюкзака Холодно Очень Ветру Я вот задолбал Мне сверху Ветер Тоже Начал донимать Поэтому надо одеваться И бежать Объектив Постоянный мокрый Приходится Протирать Рубашки Футболки Вот это вот Оттуда Я Пришел И туда Я иду А на самом-то деле Блин Угулял Немного Много Шел по снегу И на метров 200-300 Жесть Ноги сейчас Ледяные Набрал Туда холодной воды Ну вот Потом вышел Все-таки На тропу Тут кстати Хожина Я боялся Что я тут Единственный Кто Лазит Но нет Это Уруще Пекло То есть Тут по-моему Фичка В том Что Обрывчик Такой Вот такой Красиво Может каких-то фоток Сделать Хотя тут фотки Ужасные Получается Сейчас еще Покручусь В знаках Может кому-то Понадобится Когда-нибудь Чтоб планировать Сывуля Два с половиной Километра Час Ага Час Да Там такой Подъемчик Неслабый Большая Там на полчаса Ну это да Там недолго С маленькой К большой Перевал Перевал Баревка Четыре с половиной Часа Я за четыре Сюда Дошел Уж Черно Ого Ты четыре Ну да Я там был Как-то Так Ну Вот я бы сюда Конечно Дошел А там уже Дальше Думать 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 Быстро Центр Вот Незавтра Оттуда Надо уезжать Назад И Сломок Смой Зупынка Вот Как раз Автобус Но я буду С быстрой Смой Потому что Там Людей Меньше Павловина Боявин Никогда Там Не был Вот Там Так Что-то Как дурак Стоял Перед Знаком Просто Устал Так Еще Немного Немного Покажу Вот Эта Красота Тень Страшную Вот Отсюда Она получше Вид Была Птичка Полетела Отлично Вот Такие Снежные Шапки Тут Еще И Туман Верх Понимается Что Там Еще Палки Ну Вот Кстати Малый Малосу Ли Все В тумане И Зеленые Камни Если Видно Это Не Трава Это Камни Причем Они Обычно Когда Сухие Желтые Вообще Зеленые Столбик Наконец-то Недалеко До него Идти Но Я По Эному Снегу Мои Ноги Через Словакия Польша Зеленый Маркер И Номер Столбика Черт Не Знаю Сверху Кстати Не Видно Крестик И Должен Быть Показан Азиму На Следующий Столбик Ну Тут Одна Дорога Туда Опять Туман Ну Как-то Здесь Вот Здесь Я Смотрю Уже Чуть Меньше Снега Но Не Везде Я Очень Хочу Чтоб Он Закончился Мои Ноги Не Вылежат Таких Нагрузок По Холоду Просто Уже Начинает Иногда Отмерзать Он Не Так Холодный Постоянно Но Как В Прорубь Вон Зеленый Маршрут Доедет И Вот Столбик И На Нем Если Присмотреться Кусочек Вот Этот Маршрут То Самое Что Это Кусочек Блин Я Задолбался Ноги Просто Провалив За Снег Хотя Казалось Глод Не Особо Глубоко И Все Равно Ути Ноги Уходят По Колено Раз Через Там 20-30 Метров Ноги Уходят По Колено В Снег Жесть И Все Меньше И Меньше Его Не Стоит Наоборот Такое ощущение Что Больше И Больше Из-за Этого Реально Сложновато Ити То Есть Он Как Песок Поглощает Типа Какие-то Усилия И Надо Выбираться Иногда Палки Застрют Надо Вытаскивать Ну Веселуха Я В принципе Доволен Дошел Я Хотя До 17 17 17 17 Столбика Тут Наверное Не Видно Вот Отсюда Чуть Лучше Видно О Чертова Короче Вот Единица Вот Семерка Не Вижу Что Здесь Еще Написано Смысл Того Что Опять Чехословакия 1920 Год Доставать Карту Мне Лень С Этим Смысла Не Вижу Просто Надо Ити Дальше Сейчас Снимает Капает Зачем Опять Начинаю Мерзнуть И так Ноги Замерзнуты И так Полностью Ножны Просто Снять Немного И отдыхнуть Постоять Какое-то Высохшее Дерево Мне Сначала Показал Столб Блин Ах Слём Зелёный Метка Маршрута Подойду Уже Покажу Вот Зелёный Метка Маршрута Так Еще Видел Парочку По дороге Маленьких Столбиков Решил До большого Не Останавливаться Причем Я По-моему Снимал Как Тоже Надо Будет Для сравнения Посмотреть Как Оно Выглядело Тогда Как Выглядит Сейчас Пам-пам-пам Буду Идти Там Уже Выйду На Поляну Там Можно Посмотрю Может Быть Карта Может Не Посмотрю Ну Наконец Что Несуще Внимание Какие-то Следы Непонятно Чьи Вот Такие Вот Идут Дальше Хоп-хоп-хоп-хоп Пошли Видел Еще Птицу Типа Вот Так Вот Вот Так Вот Так И Вот Так У нее След Был Но У меня Лично Туда Было Впадло Камеру Доставить Так Я Только Отснял Отошел Метров Два И Заметил Ну У меня Туда Дальше Как раз Остановился Перед Снегом Тут Как-то Не Было Его Немножко Ноги А Знакомые Места Я уже Не помню Мне Еще Спускаться Кажется Немного Потом По прямой И Подъем Или Как раз Полянки Эти Будут Там Где Возможно Я Остановлюсь Через Толбак По-моему Это 16 И 2 Столбика Ну 2 Я вижу Дробь Вот А там 15 15 Я Вышел Наконец-то На Эту Полянку Там Я И Думал Возможно Заночевать Кинул Рыглак По Деревам Я Вижу Кстати Вон Какой-то Маркер Ну На Товпыш И На Льонов Сюда Какая-то И Типа Есть Еще Маркер Зеленый Другой Туда Типа Низины Тут Вырубка Какая-то И Там Типа Идешь Обходишь Траверсом И Выходишь За Перевал Легионеров На Начало Тропы Легионеров Ну Там Какое-то По-моему Подбище Еще Эти Леги Польских Легионов Кстати Где Может Туда Сходить Надо Подумать Час И Что У нас Здесь Севуля 5,5 Км Два Смонави Часа Ну Там Так Они Пошутили Урочи Шепек Вот Два Час Два Км Час Тавпы Ширка Два Часа С Половины Привал Рогодзет Три Сполнена Часа Тевять Км Что Я Не Помню Рогодзет Может Это Как Раз И Есть Легионеров Только Другое Название Надо Посмотреть Красиво Идет Этот Долганый Маленький Дождик К Он Уже Надоедает И Я Не Просто Легион Подниматься Вверх Потому Что Там Много Снега По Снегу Впринципе Ну Ты Нескать Короче Много Провариваешься Поэтому Надоедать Я Никогда Не Был Там Просто Мне Не Хочется Идти Возле Вырубки Блин Вообще Нескать Лошадиные Возьможно Те следы Которые Видел Как раз Были Лошадиные Туристических Следов Вот По-моему Чувак Один Хотя Не факт Тут буквально Видел Два Разных Следа Одни Старые Другие По новей То есть Я Наверное Третий Кто Этим Маршрутом Идет Сейчас Либо До Этого Намного Раньше Были Когда Было Больше Снега Они Уже Может Быть Стерлись Падут Птички Один Раз Видел Такого Здорового Птицу Возможно Орел Спугнул Она Улетела Как бы Скрыла За деревьями Я Даже Не смел Не успел Рассмотреть Ну Вот Полянка Сверху Там Еще Больше Там Еще За Этим Холмиком Еще Полянка То есть Верное Место Здесь Есть Где Стать Здесь Обычно Там Видел На этой Полянке По-моему Один раз К ней Ну Они Здесь Тусу А вот По-моему Кстати Вот Этот Зеленый Уходит Маршрут Возле Вырубки Ну Сила Есть Сила Есть Это Мне Кстати Радует То есть Дальше Я Не хочу Капает Дерево Сильно Сложненький Подъем И Столбик Номер 15 Дроб 2 Вот Это Твойка Хоп Хоп Тормашнее Показываю Опять На снег И опять Я иду По чувака Следам Слава Боже Как-то Немного Улучшает Проходилось Но Все Но И Снег Дождь Накрапывает Причем Он задолбал Сколько Можно Та-дам 1923 Год 15 Столбик Буквально Метров За 20 Лежит Столбик 15 Дробь 1 А вот Про что Я говорил Как раз Азимут Вот Крестик Черт Ожет По-моему Там Север Там Юг Да Там Восток Там Запад И Азимут Вот И вот там Он и лежит Кстати И правда Так есть Следующий Стол И будет Где-то Вот там Ноги Ноги Опять Мокрые Из этого Снега Сейчас Будет Немножий Спуск А потом Опять Будет Подъем Либо Такой Выйду На поляну Пересеку Я спущусь И подъем На Топ Ширку Вот Это Я уже Более Менее Помню Так Вдалеке Она Вбила Птицу Отсюда Нифига Не видно Вот Она Там Лазит Идет Куда По деревне Я спугну Раньше Чем Дойду Или Позже Заодно И на следы Посмотрю Ого Снежок Тут Вон Это тут Лазило Переди Да Это Идет Как Следы Вот Они Трехугольные Вот 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 Идет Черт Я Не Отбираю Сюда Птиц Что-то мне Сдалека На утку Похоже Валит От меня Вон Деревья Тебе успею выйти Или нет Улетело Походу Ага Нету Тупо Вот За этой Веточкой Маленькая Была Хотя Там Какой-то Во Вон Она Вон Она Подзан Что-ли Между Дерев Пошел И Не Влевали Над меня Просто Лазит Сверхой О Спахнул Влетел Во Все Взять Кстати Одна Батарейка Осталась Из Трех И Снова Я На Передыхе Но Этот Раз Это По-моему Пантыр Так Я Так Не Слава Взобрался Вот Тут Источник Есть Тут Иногда Стрюс Палатки Не Стоят Я Так Видел Пару Даже Человек Встречал Которые Здесь Стояли Тут Ручеек Бежит Вниз Столбик 14 Дроп 5 А Здесь По-моему Спуск Как Раз Вот Ну Такой Хитрый Вниз И Там Где-то Хатка Есть Хатка Ну Именно Верчаря То есть Он Овец Сам Пасет Или Ну Тут Конь Часто Тоже Кстати Поэтому Даже Не знаю Ну Я Как-то Я Даже Видел Кусочек Но Сейчас Наверное Фиг Разглядишь Тут Проблема С этой Погодой Честно Не на что Посмотреть Хочется Так Полюбоваться Природой А видишь Туман И Пришли Зашь Елки Вместо Далеких Видов Гор Вот Это Печально Не в себе Большого Кайфа Не людям Показать Трам-там-там В карту Доставать Впадлу Я посмотрел И прикинул Что-то Вообще Не того И так Никуда Я не пошел Становился Я Вот 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 Этот Типа Козьи Копытца Источник Товпыш Товпыш Ну По сути Товпыш Тут Надо было Подняться Но Я Просто Как Увидел Это Количество Снега Ну В баню Это Погона Еще Классная Ну Кстати Слышно Как Капает По-моему Дождь Еще Больше Разыгрался Вот Это Типа Я говорил Вивчар Вот Значок Типа Такой Вот Он Это Там Снизу Полный Товпыш Это Если Не Взошел Надо Потом Опуститься И Потом Жесткий Подъем Вот Тут Был Был На Товпыш Ну Все Оно Как Бо Мне В принципе Много Не Надо Ну В смысле Если Я Сегодня Это Все Прошел То Завтра Мне Вообще Галяк Пришлось Пройти Но Я Так Подумал Что Если Сейчас Плохо То И На Переваривание Легионов То же Самое Не Особо Разница В Погоде Все Мокрое Я Мокрое Мне Уже Надоело Поэтому Я Решил Погреться Поесть И Отдохнуть Вот Когда Я Дойду До Легионов Тут Будет Спуск Спуск Вниз И За Ночей Я Здесь Я Там Ночевал Там Источник Такой Со Вкусом Легионов Тут Небольшой Переход То Е Тут Она Будет Догнаться Если Ведите За Пальцом То Я Буду Вот Здесь Сюда Дойти Вот Где-то Столько Расстояния Тут И Спустись А там Спуск Вообще Легкий Ну И Там Уже За Ночую А на Следующий День Поеду Вот Так Я Решил Воды Набрал Я Приготовил Мясо Гречка Буквально Сушеные Овощи Сейчас Я Устрою Пир Отогреюсь Вот Буквально Мокрые Джинсы Я Снимать Не Хочу Хочу Высушить На Погреюсь Боже Это чудо Надо заснять Я надеюсь Это видно Как С моих Штанов Поднимается Пар Я Сначала Думаю Уже Запалил Сейчас Что-то Запалил Котелок Думаю Все Трындец Оказалось Что Со штанов Идет Хорошо Я Мокрыми Ногами Вдога в носках стою на мокрой траве Зато я слышу Эту теплоту в палатке Это солнце О, эхо Класс В палатке сразу тепло Как солнце вышло Вот Я вижу горы Наконец-то Наконец-то Жалко Их там Не было видно Когда было высыхло Но мы сейчас В принципе Ничего так Я вижу дороги Какие-то Лесные вырубки Не знаю Что за хребт Там дальше Без понятия Хотя там в принципе Должны быть Какие-то населенные Дальше Какие-то там еще Город Кстати Есть Надо как-нибудь Прочекать по карте Интересно Вот снег Пожалуйста Так и до сих пор лежит Эхо Что-то столбик опять же О, 14 дробь 5 Тут видно получше Вчера я видел те вот холмы блин Полуметровые Мне не захотелось на них идти Я стал здесь Буквально Вон еще Горы Тучки пока Не наблюдаются Хотя солнце так В каждую минуту Может зайти О, я вылез По-быстренькому Надо, блин Надевать Мокрые-мокрые джинсы И разогреваться А, солнце Не заходи Не надо Не хочу Ай-яй Так Ну, так осмотреться Можно Ну Неплохо Вот это единственный Минус Холм сейчас Зайти на него А потом Спуститься И Сильно спуститься И Зайти на Впоширку Оттуда на Легионы Но Вчера у меня Просто уже не было Желания Силы еще какие-то Оставались Но желания Уже не было Бррр Прохладно Да, чтобы понимать Сколько вчера было Дождя Именно Тут моросящего В долгом Ну За долгое количество Он где-то Аж В 10 вечера Остановился Окончательно Более-менее Уже там почти Не капал Вот тут Мой Пончо-плач Который я одевал Я его кинул На улице Единственное Что придавил Вот камнем Ветром Чтоб не унесло Ну вот Воды Насобиралась Не знаю Мне на две Фалонных пальцев Вот здесь Вот Из еще таких Пару мест Раз Два Ну на самом-то Деле воды много Вот Вот Там Вон Ну Такое Сейчас Его надо будет Все это вылить И просушить А вон Часть уже на ветру Просохла Пока я буду Собираться Он окончательный Он даже будет Сохнуть Все-таки Решила Поништяковать Полежать Погреться На солнышке Плюс Посушить Вес Другого варианта У меня просто Не будет Потом даже В низине Сошу Пока Месь Дождевик Сам Сушусь Греюсь Ноги Грею Там Положил Курточку На ветру Тоже Ну это Такое Носки Там Все дела То есть Это Не высушится Никогда Может быть Стельки Немного Подсушу И вот Джинсы Буквально Досушу Они Сырые Но уже Человеческие Да На самом Греюсь Слушаю Плеер Времени У меня Еще Достаточно А идти Как бы Просто Я не хочу На себя Допустим Достить Дождевик Мокрый Смысл Я его Просто Запакую Сразу Да и буду Идти Уже С дождевиком Запакованным Дождя Не придвинется Судя по всему Я на карте Посмотрел С помощью Компаса Вообще Бомба Выставил Карту По компасу Сразу Понятно Где какая Гора То есть Вот так Покольно Пальцем Показываешь Видно На ура Ну что Я начал Подъем Я долго Сушился Отдохнулся Спокойненько Сейчас Около 12 30 Наверное Уже Пока я Там Насобирался Перепаковался Обулся Вот Опять А ума Столбик 14 Дроп 1 Там Был То ли 5 То ли 3 Я Черт Я как-то Не помню Объявляю кучу снега Смотришь Вокруг То есть Идешь Куча полян Без снега А тут Полно То есть Вполне Себе Вот я Протоптал Дорогу Вытоптал Вот здесь Кстати Нет Надо Ноги Посушить Иду Футболки Мне нормально Курточка Мокрая Я Я не хочу Короче В курточке Лазить Мокрой Зачем Мне не холодно Основное Если идти Тем более Рюкзак сзади Греет И солнышко Начинает выглядывать Супер Сейчас вообще Пруха начнется Еще обнаглевший Немного слушаю Плеер Хотя обычно Я таким не балуюсь Когда иду Ну вот решил Вначале Себя побаловать Так как я еще Ногу натер Сейчас Чувствую Вначале Ааа Вчера посноги Таким Холодным Будешь Что я не чувствовал Боли Видать Вот так вот Класс Солнышко Какое О Я вижу Даже тень От палок Пошла Супер Сейчас вообще Тепло пойдет Уйти Так Ну я Вот На месте Почти На каком месте Это Между Товпышем 1450 И вот Товпышем Вот подъем Буквально На нее Крутой Так Обычно Камни И на нем Первый раз Когда я поднимался Было Просто Адски Жарко Это было Сейчас Два дня И у меня он запомнился Как реально Жесткий Такой Подъемчик Он Такой В принципе И есть Большой уклон Куча снега Я вот В низине Это должен быть 13 столбик Я его не первый раз Уже не замечаю По карте он есть А так его нету Ну я в принципе Особо не приглядывался Просто шел себе Он наверху 12 Это я точно помню Я на нем Обычно Передыхал Или что-нибудь Перекусывал Пил водичку И сушился Потому что После этого подъема Обычно мокрый И забавно Так слушать Блин Red Hot Chili Peppers Их песню Сноу Когда дойдешь По снегу По этому ненавистному Белому снегу Фу Почти поднялся Решил заснять Там Пиди за виски Просто И их потом засниму Вот это Мала сувуля Слева Большая сувуля Вот это Товпыш Я вот там Шел-шел-шел Оттуда Там я Перевал бы Блин Спалкино прошел Погадывать Вон туристы Кзади Че будем заснять Сюда я их Хочу-хочу-хочу Все Вон перчаток Сидела Ах Че не упал По снегайтесь Будет оно Ютубе Вот как ни странно Сейчас я рад Что много снега Потому что до этого я ничего не видел А сейчас я вижу буквально все То есть Вот этот Весь Кровит Я это все вижу Отлично И прекрасно А почему Потому что обычно Здесь метра полтора Ты находишь на метра полтора Ниже чем Сейчас И тебе закрывает Весь обзор Бруда Обзор Ёлки Или Это что у нас Ельвейс Сосна Я не знаю Кстати Ну то ёлки Явно Вот это Скорее Сосна Вот опять же Ёлка Вот Блин Жаль Назовно не гор Не знаю Я пытался посмотреть По карте Но Проблема в том Что Тут надо две карты Там я сейчас нахожусь Во-вторых Центральные горганы И Западные И уже по компасу Надо смотреть Куда как А Слаживать две карты На снегу Еще на них налаживать Компас Мне падла Было Поэтому Вот Просто я буду Показывать Без каких-то Конкретных Ориентиров Красота Вон Кстати Без понятия Вот это Возможно Дурня Вон Вон там Дурня Грофа Или Там есть Грофа Вот Я думал Изначально Так спускаться Но я забил Это болт И Возможно Если Вот это Дурня Грофа То Вот там Дальше Белый Склон Они сейчас Елками Закрываются Вот сейчас Должно быть Видно Прямо На камеру Вот это Свидовец Вот тут Я не знаю Кстати Не помню Я смотрел По-моему Вот Те горы Это Максимэть Гора Тут Какие-то Тоже Названия Я их Когда-то Смотрел Но По Картам Ну Не Не Запомнил Или Вот это Негрофа Может быть Или Видно Кстати Вот Отлично Туч Я Кричал Вплою На меня Туча Накрыла Вон Тучки Солнышко Ну А там Ежу Снег Поэтому Скоро На меня Последит Солнышко Я Наконец Я Посажу Я Не помню Это Одиннадцатый Двичавый Столбик Чего-то Узнаем Или Какой-то Промежуточный Но Где-то Здесь Должен Быть Спуск Это Польша Черт А где Номер Столбика Чего-Словакия Чего-то Двадцатый Год Десятка Десятый Столбик Ух У меня Где-то Было Здесь Ну Вот Понятно Сейчас Палки Собачу Чих-чих-чих Так Ну Вот Это Просто Патов Поширки Пшуровать Дальше В Быстро Здесь Спускаться Да Кстати Вот Есть Село Быстрое Десять Кимметров Полный Яворчик Не знаю Там Бот Бот Сад Дендропарк Какой-то Там Куда я Пришел Неинтересно Вот Провар Год Он же Лиг В 3 Км Они Сейчас Спускаться Ну Ну Тут Довольно Таки Я По-моему Воспоминание Интересно Ух ты Ёлки Спуск И Где-то Его Тут Занесло Сейчас Я Перепакуюсь Наверное Рюкзак Подтяну Палки Удлиню И Спускаться Буду Ой Ёлки Палки Я В них Проварюсь Снег Потому Что Там Было Много Веток Из Этого Будет Жесткий Спуск Сейчас Наверное С Таким Снегом А эти Чуваки Судя по всему Они шли Вот Сбыстрителя Напрямую Такое Я Лично Думал Они С Регионов Вот Опять Те же Горы Причем Самое Забавно Сейчас Все Зеленое Камень На Горах Обычно Он Такой Желтый Сейчас Наверное Из-за Того Что Сыро Этот Мох Он Такой Более Зеленый Чем Желтый Вот Так Ну Что Надо Паковаться Жесть Спуск Вообще Еще Тот Вот Это Отнулся На Столбик Я Не знаю Как Тут 90 лет Назад Все Пролаживали Дорога Вот Это Причем Это Сейчас Вообще Она Не Загружена Никак То Метром Сто До Этого Я Просто Шел Разгребал Ветки Потому Что Так Просто Не Пройдешь Но Вот Это Еще Более Менее Похоже Обычно Не Вот Так Пробираешься Дорога Еле Угадывается Но Идти Можно Протоптано Очередной Столбик По Пути Вниз И По Моему Я Не знаю Как Дальше Буду Надеюсь Так Же Само Стало Меньше Ельня К Можно Спокойно Ити И Не Надо Еще Перед Собой Разгребать Обычный Столбик По Пути Вниз Чехословакия 9 10 С С А Тут было не написано Это же не промежуточный Ой хорошо Пахнет соснами Красота Хочется аж присесть Отдохнуть Но я скорее всего Тоже делаю На Переваре Легионов Там нормальная полянка Посижу Чего не перекушу И буду спускаться По тропе Легионов Вниз Интересно На сколько Хватит Камеры Так Я еще на спуске Просто Я когда не снимал Маркер Давно Я все время Столбики снимаю Вот оно Обычный Синий маркер Кстати Какой-то Желтый Я не пойму Я тут давно Не видел Желтый Я еще помню Когда года Два назад Все выходил Тут был только Синий Может зеленый Тоже просходил Ну и вот Кстати Столбик Припрятанный Я как-то Не заметил А дорожка Дальше уходит Блин Я всем рекомендую У кого есть возможность Только даже Потратить На самые дешевые палки Хотя бы Они так реально Спасают На таких спусках Когда скользишь Непонятно Надо прощупать дорогу Просто Это бомба То есть Без них Реально ходить Можно Но сложнее С ними Было еще Больше удовольствия И безопасности Особенно Когда там Принорвишься Через пару дней Незаменимая вещь Так Я тут Дошел до Девятого столбика Сейчас я покажу Вот просто Для примера Выставил карту Вот он Девятый столбик И вот если посмотреть Карта Выставлена на север Ну все как надо Вот идет дорога Вот она Вот этот Синий маршрут Вот он такой Хопа Идет вон туда Все четко И соответственно Назад Ну в смысле Назад Мне туда Вперед Вот опять же Девятка Отсвечивает Вот он Маршрут синий Вон он пошел туда Это все конечно Хорошо Когда видимость хорошая Но в принципе Если какие то ориентиры ест То тоже можно так выставить Девятый столбик 1920 год Я прикинул Сейчас посмотрел По карте Сейчас высота 1300 Снега нет вообще То есть чистота Красота Вон ущелье Вот это рвы Наверное Тут скорее всего А ты сейчас Первой мировой Или со второй Остались Там были похожие Такие места Там не явно Неприродного происхождения Хорошо так выродок То есть нету Снега нету На баревке На баревке было то же самое Только там я 1200 пересекал Там снега не было На 1250 уже был А тут около 1300 И тут его нету Я понял что где то после 1300 Снег Есть точно И вот у меня уже нету И вот по высоте метров 50 Я очень рад Или даже больше Боже красота Я не могу Солнышко Тень Довольно тепло Один холмик забрался Спускаешься Потом столбик Дальше 7 и 5 Все таки Включение что осень на самом деле Потому что мало зеленого То есть сверху конечно Сосна не всегда зеленого И вот травки не хватает А зато как красиво Вот Прошлась когда я здесь был Это было вот так вот И гром И дождь лил И я блин В тридезиновых сапогах В дождевике Шуровал Блин На стоянку ставить палатку Пока там еще все не затопило А сейчас наслаждаюсь Ммм Красота Вот Синий маршрут Пометка Идешь сейчас спокойненько Места шушит Мм Что еще надо Выйду на полянку На дерево легионов Перекушу Повляюсь на солнышке Посушусь Окончательно Выдушу джунгинсы Буду короче Вообще реалксировать Как бы Последний день Завтра у меня просто отъезд Так что Мне иногда так полное право Что же Отошел чуть через дороги Вот сняюсь Красиво так Красиво здоровье Я сразу привел внимание Пока зашел буквально Чуть дальше в стороне Нашел вот гильзу Это 16 Я не знаю на кой здесь вы охотились Там даже паук что-то себе завел 16 гильзы Столбики реально буквально метров 50-100 проходишь Следующий столбик Они тут от семерки до восьмерки По киломатражу может километр или полтора А столбиков штук 10-12 Там даже меньше чем километр И в столбиках штук ездили Реально метров 100 Иногда проходит столбик Прошел метров 40 О, следующий столбик Нифигаси типа И тут Я не знаю Потерявся сложно Везде маркировка Зачем? Как оказалось бы тут как раз Самая ништяковая дорога Здесь Наверное здесь просто легко метить На этой дороге Чем где-то в зарослях И на горе Так Столбик 6,6 Синий маршрут И Там Пам Пам Перевел легионеров Уху Можно бежать как к дурному вниз Против ветра Еее Странно Я здесь никого не вижу Хотя обычно все стоят Вот там Еще один столбик И вот Перевал легионеров Вот он Красивый Жесть В прошлый раз он такой мокрый был И тут надпись Бла-бла-бла И погибшим легионерам По-моему даже на польском Или не здесь Вот тут какие-то Памятные пистолет Ага И с той стороны зашел Ну короче Что-то умеет читать По-польски Читаров Трестен Випислав Багнетум На Чешский Ахать и чертова знает Бла-бла-бла Ну короче Я тут засниму А кто умеет Может переводить И тут что-то попал Нет тут вообще Я не А тут на нашу написано Трозата Старанием Трозата Без понятия Тоже Нифига не видно Как это так светодбивает Так Вот еще какие-то Вон столбик Я сейчас К него бегу Так Ветер Блин Тут Выпасают Коров Кост Ну вот он Ништяк Сулат Быстро Десят Два с половиной часа Вот А в пыше Полтора часа Вот кстати Ров Вот это явно Тут раньше было Что-то Военное Так Когда-то я давно У меня палатка была Вот тут стояла Вот я тут тупо стоял палатку Потому что такой дождь падал Чтоб туда стекало И туда Мне в палатку ничего не затекало Это специально Его там и ставил Так Разряд У меня на камере держится Держится Столбик Ну собственно Вон гора Дурня по-моему Я б туда пошел Но Не сегодня Не сегодня Источник Если интересно Вот там чуть ниже Спуститься А подъем Дальше по столбчикам Вон там идет Так Ну вот В принципе показывают Пантыр Три с половиной километра Полтора часа Бородкиевская Ну вот Бородкиевская 14 километров 7 часов А-а Не сегодня И Опять же Та же ставку ширка Полноюна Русчина А это у нас Перевал Леони Вот он и есть 1110 метров Долуина Плайска Это туда Ущерно 26 километров 10 часов топать И столбик 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 6,3 Ну собственно Я сейчас пойду Туда лягу Растелю каремат Отдохну Посушу вещи Может ботиночки Немного просушу И по ништяку Пойдем Вот там еще Их же места Ну собственно Там источник Туда все будет ходить И вот рвы Это Я так понял С той стороны Чтоб не заходили Ну и с той Тут самая тема Была обороняться Вот так вот И живем Лепота Сушу Я даже позагорать Уже успел Отлично Сижу изучаю карту Куда сколько идти Осталось буквально Вот я планирую Сюда дойти Не знаю Плакоментажу Может километров 5 Это такой Легкий спуск Дорога в принципе Нормальная Я когда-то вот здесь Сходил Вот до сюда Хорошая там дорога То есть Утоптанная Вот тут вообще Наезженная Вполне Здесь я думаю Тоже не особо Может быть тут Такое чуть-чуть будет Начал еще смотреть Я не помню Из аптечки Надо будет сейчас Наразать Светрамончик Обахнуть Чуть как обезбавивающий Ногу его Восенотер Вот буквально Сейчас сукровица идет Вчера же получается Шел В очень-очень Холодной Типа обуви И я ни черта Не чувствовал Вот сегодня уже С утра начал чувствовать Когда одел Ну я видел как бы Из такого Что-то Обезбавивающего Только йод Поэтому Пока без не хочу мазать Поэтому я в принципе Не долго думаю И я наверное Воспользуюсь своими Сандалями Буду идти в сандалях И одену Наверное Сухие носки Что в принципе Ничего там Нет Лишнее Не налипало И можно это придумать Я не помню Возможно мне есть ватка То есть ватка Там с йодом Как-то Такого плана Отлично Вообще реально Погода супер На земле конечно Езжать холодно То есть она сырая Довольно-таки Вода вот парит Я руку положил У меня как бы Рука сразу мокреет Ну вообще отлично Просто бомба То есть я сейчас Буквально часик себе Устрою отдыхлона А потом пару часов Буду спускаться И не париться Там встану Буквально сушусь Вон даже этот Опять дождевик Свою Вытащил Потому что сейчас Реально высажется Все Абсолютно Я буду отсюда Выходить полностью Сотрудно Джинсы уже Надо переворачивать Так они с той стороны Уже подсохли Более-менее Вот так вот Вот кстати Вот топом У Дурня Там дальше Влыка Борткифска Но ее не видно Вот это по-моему Юфа как-то гора называется Ну около того Вот там где-то есть Типа дальше Если пойти вниз Спуститься По карте Есть Туристическое убежище Типа домик Такой маленький Ну я не знаю Мне лично Какого-то смысла Тут идти нет Так я еще Посмотрю по карту Может достану вторую И начну сейчас Прикидывать Типа вот Как вот Что то за горы Там вдалеке Вот что и те за горы Ну для себя лично знать Просто забавно Интересно И такая погода хорошая Настраивает На какие-то такие Философские мысли Отлично Вот для сравнения Просто вот Вот эта вот погода Вот этот лужок Лужайка Это солнышко Это все зеленое И тут Лед Ёлки И вообще Снег Кобой Которая вся была там Вот кстати Забавно Вот там тучи Причем такие Не слабые Вот там даже Сероватое немного Здесь все красиво Тоже есть тучки Но они как-то так Более разряжены Ах Это таз Собираюсь уже Солнце зашло Прохладно Как раз еще Вот Буквально я полностью Собрался Свои Шкрекеры Привязал к рюкзаку А сам Сандарик с носками Вот Завязал что-то У меня Нога Нет Нормально Не заразилось Ничего Короче Вот тут Явно от местных Короче Это что Это походу Чего Боже Не помпа А как эта штука называется Ну на давлении Короче От трактора Или что-то Такого Ну туристы Буквально Подвалили Я собираюсь Там каремат Складываю Уже последний Они произошли Вон кстати Пошли за водой Я сказал Что там вода есть Но ее хренов Очень набрать Так и есть Там вообще Болота Сашприцом Может быть Можно было Так фиг Не знаю Куда не дальше Но спрошу А я вот Дегаю Сейчас Среди 5 вечера 5 Нормально Супер Я вообще Стоит Доволен собой И жизнью Осталось Часика 2 Пройтись И наверное Придется Следить Только вот Куда вступаю Для того Чтобы не марать ноги Ну все Уже Скоро конец Моего путешествия Начал Спускаться Спрашивал У этих Туристов Мы Сцевули Начал Расспрашивать Нифига Они там Не были Вот Тропа Линия Даже Вымощены Какими-то Камешками Это просто Наезжено Как-то Неплохо Но это Постоянно Явно Машины Ездят Мы Ушли Сцевули Не нашли Погода Была плохая Ну ясное дело Что погода 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 Ребята Как-то Мыли на Такие вещи Рассчитывать Я Допустим Рассчитывал Все-таки Сейчас Погода Прошел Но Не знаю Они там Тоже Не промокли Бедняжки Тоже Сегодня Целый День Сушились Не понимая Таких Что Это Это Явно Местный Но Нет У туристов Такой Фигни Железной Тоже Они Тут Трут Кстати Порядочно Не Только Туристы Там Немного Сходя Чужого Мусора Собрал Даже От Какой-то Подошвы Стельку Буэн Тупо Подошву Полностью Короче Себя Допинул Мусорный Кулечек Так Вот Иду Вот Дорога Наезженная А вообще Спокойный Спуск Красивые Цветочки Кстати Тут Много Цветов Буквально Там Все Фиолетовое Вот Еще Тут Рядом Я Знаю Наверное Есть Такой Спуск Сначала Там Я Был И Это Конец Он Такой Дальше До Рядом Главное Чтоб Там Не Был Брод Вот Это Минем Само Больше Все Пугает Не Любитель Я Этой Всех Пигни Пересечением Водных Препятствий Но Уж Как Есть У меня Есть Камера Хватит Я Там Еще Минеральный Иссочник Со Вкусом И Запахом Тухло Яиц По Моему И Довольно Там Интересно Камени Аж Такие Поселевшие В Выключу Потому Что Дорога Здесь Обычная И Ничего Хитрого Я Думаю Не Будет Если Что Будет Интересно Я Сниму Вот Непонятно Красное Дерево Помечено Я Думаю Это Специально Для Чтобы Срубить Хотя Не Фак Там Тоже Красное Просто Пока Снимал Снизу Велотуристы Идут Двое С Великами Вон С Белым Один Чувак А И Камера Садится В Хлам И Второй На Повороте Стоит Сейчас Поговорю Я Наверное На Сленке Объясню Что Я Там Выяснил Второй Леди Которых Я С Сегодня Встретил Нет Третий Даже Ого Пока Решил Недолго Снять Трак Который Расчищает Дорогу Там Все Хлам Мокрое Вот Дорога Такая По которой Машины Вот Сваленные Брево Собственно Все Все Что я хотел бы Оказать И надо Экономить Заряд Ну Мимо Подснежников Я тоже Не мог Пройти Самые Натуральные Красота Просто Прикольная Очень красивая Заводь Затопленные Деревья И Буквально Это все Дальше Сброшивается В речку А Вон Они Все Деревья Они Буквально А Баттери Лоу Но Но Так Я второй раз На этом источнике А Лоу Баттери Лоу Баттери Баттери Баттери